Коррупционный скандал в Кулябе. Прокурор лишился кресла, но почему сносят дома? Подписывайтесь на обновление, будете в курсе всего самого важного. Генеральная прокуратура Таджикистана признала новый поселок в одной из махалей Куляба незаконной постройкой и инициировала дела в отношении ряда местных чиновников в связи с незаконным распределением и использованием земельных участков. Три года назад на четырех гектарах земли возле аэропорта Кулябы и свободной экономической зоне в Джамаате Зираки были разданы земельные участки под строительство жилых домов. Теперь власти говорят, что часть этих участков были распределены в нарушение действующего законодательства и жилые дома на них были построены незаконно. Источники сообщили 31 октября, что прокурор по Кулябскому региону Хибар Зайдула Задау уволен из органов прокуратуры за то, что закрывал глаза на незаконные действия в этой сфере. В настоящее время проверяется возможная причастность председателя города Куляба Бахтийора Назарзада к распределению некоторых из этих земельных участков. Ранее на пресс-конференции в июле этого года в прокуратуре Куляба было заявлено, что из-за незаконности девяти решений мэра Куляба относительно раздачи земли жителям все они были отменены и что по остальным его решениям ведется проверка. По информации двух источников, знакомых с ходом расследования генпрокуратуры, уволен с занимаемой должности следователь Кулябской региональной прокуратуры Амир Хамза Акабир Зада, а бывший глава Джамуата Зираки города Куляба Хуснидин Зардиев уже был несколько раз допрошен следователями генпрокуратуры. В Хукумате Куляба эту новость комментировать не стали. Теперь уже бывший прокурор по Кулябскому региону Хабар Зайдула Зада, выслушав вопрос корреспондента по этому поводу, ничего не ответил и отключил телефон. Источник прокуратуры Хатлонской области сообщил, что Хибар Зайдула Зада с 12 октября не выходит на работу и уже издан приказ о его увольнении. Этот источник сообщил на анонимной основе, что расследование в этом направлении было начато месяц назад. Эти земли в генеральном плане зарегистрированы как земли сельскохозяйственного назначения, но ее незаконно раздали жителям под индивидуальное строительство. Были также жалобы о случаях взяточничества. Все решения, на основании которых были выданы разрешения на строительство, отменены. Сейчас прокурорская комиссия расследует все эти случаи и обязательно будут приниматься меры. Несколько жителей вновь построенного поселка в Джамаате Зираки сообщили, что около 15 построек в этом Джамаате уже снесены и что представители прокуратуры обязали более 30 собственников в течение недели добровольно забрать все свои вещи и освободить территорию. Один из жителей этого поселка по имени Назим, который сейчас находится в трудовой миграции в России, сказал, что после того, как он 15 лет ожидал свою очередь на выделение земельного участка, в 2022 году ему наконец-то было выдано решение о выделении земельного участка. И он сразу же приступил к строительству своего дома. У нас на руках есть решение, подписанное мэром. Получается, что сегодня один человек дает вам землю, а завтра придет другой и скажет, что это незаконно. Я уже потратил на строительство своего дома 30 тысяч самани. Возвел половину дома, а теперь не знаю, что делать. И кто возместит мне этот ущерб, говорит Назим. Те жители, которые жаловались на снос их домостроения, до 31 октября перестали отвечать на звонки. Лишь один из них на условиях анонимности сказал, что когда начали ломать фундаменты вновь построенных домов, любого, кто доставал телефон и начинал снимать, задерживала милиция, чтобы видео не были отправлены оппозиции. Вообще не разрешили снимать происходящее. Власти Таджикистана уже не раз сообщали о незаконном распределении сельскохозяйственных земель под строительство жилых домов. Но, несмотря на все усилия, похоже, таких случаев меньше не становится. Эксперты называют основной причиной такого положения с распределением земельных участков широко распространенную коррупцию в Таджикистане. Как вы относитесь к такой ситуации и к тому, что населению никто не возместит эти ущербы? По сути, многие начали строить свои дома и вновь оказались бездомными. Потратив на это много сил и денег. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.